У микрофона Адальдиса это выживание компактных уродиков Sims 4. И наша серия начинается с собрания привидений. Ночью к нам пришел Штенцель, также пришла Антье и непонятная дамочка, я не знаю даже кто это, Ангелина Бланкшип, пожилая. Я даже примерно не знаю кто это. Все уже понемножку просыпаются, так понимаю. Опять Джеральд всех будет? Ну вот зачем ты всех будешь? Знаете, в комментариях мне подсказали поставить вот этот светильник для отпугивания монстра, но почему-то он мне помог. И Адольф, чтобы перебить их ор, боже мой, зачем Ленорочка, зачем? Он решил попрактиковаться в гитаре. Да, мы сегодня очень много будем исполнять жизненную цель и исполнять задания нашего наследника второго поколения. Идем мы по очереди, Герхарде, надеюсь, дадут повышение, и она скоро повзрослеет до пожилого возраста. Увы и ах, я взяла рабочее задание. Опять-таки портрет политика за него больше всего дают денег. Так как мы уже повзрослели, у нас уже молодой возраст, я уже решила посадить наше семейное дерево за второе поколение. Первое дерево у нас посадил Штенцель, это груша. Адольф у нас продолжает пробовать разные растения, у него ничего не получается. Но все-таки он повышает навык до четвертого, что очень-очень хорошо. Герхарда не сбавляет обороты и продолжает тренироваться. У нее жизненная цель 8 часов тренироваться. Мы уже на пути к мечте. Ура, мы переработали еще несколько вещей, и теперь можем создать угловой столик. Боже, как же я волнуюсь, что вообще с этого получится. Давайте попробуем. И что-что-что? Угловой столик неба. Отлично, давайте займемся этим. И, конечно же, у многих членов семьи желание на сегодня стать волонтером с семьей, поэтому мы будем заниматься их желаниями. Смотрим, как Герхарда пытается понять, что здесь делать. Интересно, что с этого получится. Есть ли там разные степени качества этого столика. У нас 140 деталей и 775 запчастей. Ого! Конечно, расстановочка такая себе. Холодильник, фруктон, унитаз и столик. Ну, выглядит так круто, правда. Очень-очень миленько. Короче, мы все это будем есть, потому что нам надо съесть 10 растений. Я очень надеюсь, что с нами ничего не случится, потому что здесь и ядовитая ежевика, лист крапивы, неопознанный нафиг цветок. Возможно, я сейчас сохранюсь. Если наследник начнет умирать, то мы как бы вернемся обратно. Какие у тебя мудлеты? Дары природы поедания собранных фруктов или овощей? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Месть природы неистовое изящество на вкус, как мороженое, приправленное злостью поедания жгучей крапивы. Сердитый плюс 2. Стул белый. Все у нас будет беленькое, красивенькое. К нам пришла лава. Смотрите, автовзросление включено. Автовзросление, да. Автовзросление не игровые персонажи, да. А почему же наша лава никак не уйдет на тот свет вместе к штенцелю, я не знаю. В чем проблема? Возможно, на ней, не знаю, какая-то метка стоит. Я вот, честное слово, не знаю, здесь даже нельзя посмотреть по командному центру, сколько ей там жить и так далее. Отлично. Мне очень нравится, что Генриетта этим всем занимается. И лава тоже пришла посмотреть, такая, а что это за технологии? Она боится Генриетту, не надо, нас бояться, не надо. Мы хорошенькие. Ага, видно здесь стул. Бог ты мой! У нас и так руки не особо здоровые. Отпустите! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Только не смерть, только не смерть. Я надеюсь, что это безболезненно обойдется на Генриетте. Я не думала, что такое возможно... Нет, Никит, пожалуйста, нет, не умирай, нет. Выходи, выходи оттуда. А, пупа... Чего? Это страшно. Я как бы совсем не обозревала все эти штуки. Эко-жизнь. Это, блин, ужасно. Это безумно страшно за нашу Генриеточку. Я думала, производственное вот это вот дело довольно-таки безопасное. О боже, надеюсь, с ней всё будет хорошо. Божечки, Генриеточка, проси меня больше, пожалуйста. О боже, он сошёл с ума. Неудачное производство преобразователь сегодня не в духе. И что, мы ничего не сделали, мы просто использовали ресурсы, и нам ничего не дали. И почему наша семья очень хочет, чтобы зима прекратилась? Это же так классно! Вот что у нас получилось. Очень, кстати, меленько только, где они нашли апельсин. И теперь мы отправляемся туда, где есть компьютеры, где можно качать логику. И, кстати, отправляемся не только мы с своей семьёй, но к нам ещё несколько человек присоединится. Минуту назад переодела маленького Фэна для того, чтобы мы с ним побеседовали. И он только что повзрослел до подростка. Да, это пасынок Вольфи. То есть это сын мужа Вольфи только от другой женщины, которая давно умерла. Это очень прикольно, потому что Вольфи у нас молодая. Фэн у нас подросток. Вот такой вот он. То есть это не от Вольфи. Просто хочется, чтобы вся семья хоть когда-то собиралась вместе. И также я пригласила какие-то беременные женщины здесь ходят. Также я пригласила ещё бы найти вот Газ. Это наш неполнородный брат. Ну, короче, брат. Я его немножко приодела. Вот такой вот он светленький, красивенький. То есть у них с Вольфи общий отец. И что этот подросток, что фэн-подросток. Это очень смешно. Что ж, все сели что-то делать. Я очень надеюсь, что вы не глючите. Также я пригласила Манфреда. Всё потому, что Адольфу надо стать с ним хорошими друзьями. Поэтому, пожалуйста, мы будем восторгаться вампирами и так далее. И посмотрим. Надо, чтобы мы были с ним хорошими друзьями. Просто хорошими. Так, открыть профиль. Он у нас хороший друг. Отлично. То есть больше нам ничего от него не надо. Да, мы взяли все знания, которые нам надо от Манфреда уже себе. Да, наш Икар, наш муженёк. Надо, наверное, с ним бы пообщаться, пофлиртовать. Потому что они живут не в одном доме. Поэтому предложить массаж будет самым-самым лучшим. Вот, это то, что мне очень нужно, чтобы Адольф докачал логику до 10 уровня. Надеюсь, у нас это быстренько получится. Ленорочка. Я очень рада, что она прокачивает интеллект. Так увлекательно решать примеры. Это, конечно, ещё надо любить это дело. Мне очень нравится, что здесь детки появляются. Джеймс и Уэйн. Очень мне нравится. Давайте мы расскажем всем комплиментики приуменьшить значение злобы. Зачем? Просто мы пообщаемся. Вот, видите, и друзья у нас появляются. Звонит нам наш муж, собственно говоря, Икар, который здесь на участке где-то ходит. Наверное, вот это вот он. И Ирвин Гринкс и я хотим встретиться. Мы сейчас скандал ещё закатим, слушайте. У нас задание совершить первый поцелуй в три раза. И если муж уже ушёл с участка, можно ещё немножко... Вот, он ушёл с участка. Мы сейчас дорисуем, и я предлагаю найти нам любовника. И сразу же спросим, есть у него пара. Хотя, знаете, нам это не особо важно. Просто вроде бы персонажи без пары легче соглашаются на романтику. Вот и всё. Хотя он сердитый. Давайте мы подарим ему грушу. У нас бизнес груш. Я вам рекомендую. Очень классная груша. И что? И что, 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 что? Он такой лол. Лол кек. Давайте мы... Да вы что? Серьёзно? Сразу же с первого... Серьёзно? Вот это да. Короче, он обделён, видимо, романтикой. Женщинами такой. Серьёзно? Вы мне грушу подарили? А ну-ка, вот вам розочка. Это смешно. Это смешно. Но это клёво, знаете. Ответный подарочек. Давайте сразу же попытка соблазнения. Сексапильная поза, все эти дела. И где у нас действие первый поцелуй. Совсем скоро и Генриетта будет отмечать день рождения? Да. Да. Завтра много кто у нас повзрослеет. Вы только посмотрите на желание нашего Райна и Эсмеральды. Райан у нас через два дня взрослеет до взрослого возраста. И Эсмеральда через три дня. Поэтому, думаю, уже пора приступать к третьему ребёночку. У нас... Да, у нас уже восемь членов семьи. Но нас это никак не останавливает. Поэтому все у нас пойдут заниматься делами вот здесь вот. Где светло, есть туалет и есть что поесть. А наши голубки будут заниматься этим самым. Да, такое действие есть, попробовать зачать. Поэтому спускайтесь только вы и идите сюда. Мы вам включим вот эту самую эмоциональную, романтическую атмосферку. Здесь будет довольно тихо, что самое главное. Напоминаю, что в случае Райна нам совсем не важно, какой ребёнок родится. Мальчик или девочка. Главное, чтобы был ещё один ребёнок. Бог ты мой, Адольф. Почему тебе холодно? Если честно, вот это вот на иконке выглядит как что-то криповенькое. В следующей серии, наверное, повзрослеет Райан. И я уберу у него линзы розовые. Розовые ногти, маникюр. И надеюсь, что у них сейчас всё получится. Да, ура! Всё, мы беременны третьим ребёнком. Мы идём сообщать это нашему папане Райан. И что он скажет? Он такой, чего, блин, второй? А Адольф, так как у него в инвентаре гитара, он сам время от времени играет на ней, что очень классно. Ну, вроде бы у него немного получается, а у него уже третий навык. Лучше бы ты так логику развивал, честное слово. О, только что было страшненько. Знаете, как будто вирус напал на компьютер. Короче, сейсмически активная зона, я так понимаю, да? Здесь довольно жутко ночью. Вроде бы и красивенько, а вроде бы и страшно выходить на улицу. И это было прям и мне даже страшненько. Наш Джеральд ещё не уснул. Он до четырёх ночи то играется, то ест, то в туалет ему приспичило. А Герхарда уже такая, ты чего не спишь? Я уже выспалась. Наш фруктон уже понемногу вырастает. Вольфи у нас, несмотря на то, что она карьеристка, мы не каждый день будем выполнять задания. Тем более, ну, денег у нас вроде бы даже как-то хватает. Мы будем вот с этим Феликсилом, мы ему отправим сейчас, или вот пригласим на свой участок этого Феликсила, чтобы мы всё-таки с ним поцеловались. У них даже получилось сделать первый поцелуй. Отлично. Заняться в уху? Не-не-не-не-не-не. Забовники без в уху. Потому что в уху мы не можем делать стул. Давайте попробуем всё же его создать. Я очень надеюсь, что не будет, как с предыдущим разом. А почему мы не можем его поставить к столику? Это печально. Это очень печально. Ура! Герхарда у нас повзрослела, и чё-то у меня забаговалось. Пропустить работу нет, не надо пропускать. Наверное, она уже сама там взрослеет, что ли, мы не успели. Я нашла серию, в которой мы для Герхарда генератором выбирали карьеру, но, оказывается, мы же генерировали карьеру художественного критика, но в тот же день, в той же серии нам предложили карьеру вот этого вот укротителя листьев, и мы не выбирали специализацию. Поэтому мы можем выбрать сами, что очень-очень прикольно. Я, короче, прочитала про флориста и ботаника, и нам больше подходит ботаник. Получили премию, и она повзрослела. Ну, блин, я же хотела сходить на маяк и тортик купить. Капец, взрослеет наша бабулька уже, бабулька, боже. Зарплата увеличивается на 15 миллионов в час. Мы получаем ягоду жваточного растения уже третью. И, боже, 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 она взрослеет. Герхарда взрослеет, пожилой возраст. Морщинистые животы, седина и постоянная дремота. Веселитесь, не думая про смерть за углом. Вот такой вот подарок сделали на работе. Короче, не вышла Герхарда на пенсию, она будет продолжать работать. А почему она не... Что это, чёрт подери за баг? Она не повысилась. Давайте на маяке отпразднуем день рождения Генриетты. Она уже повзрослеет. Вот, наконец-то, да, всё-таки мы повысились до знатока растений. Джеральд может пойти поиграть. У нас все дети немножко учатся играть на пианино. И, в принципе, научно доказано, что заниматься музыкой в детском возрасте очень полезно для будущей жизни, будущих навыков. Все, все пришли танцевать. Я им не давала таких действий. Давайте тогда все потанцуем. У нас сегодня двойной день рождения. Все немножко потанцуем. Посмотрите, как зажигает Эсмеральда, хотя она беременна. Очень хочется, чтобы Герхарда увидела свадьбу наследников, свадьбу Адольфа. Ну и давай, Генриетта, давай, твоё время пришло. Поздравляем тебя, поздравляем, да. Как сейчас, помню, когда она родилась в ужасном доме, а сейчас она уже взрослая. Красота скоро и Райн повзрослеет, не верится. Для меня они все такие дети, честное слово. На этом мы тогда серию заканчиваем, потому что уже в следующей «Мы родим ребенка». Можете предлагать в комментариях имена. Подписывайтесь, чтобы принимать участие в жизни канала. Заглядывайте в группу ВКонтакте. Что там еще? Лайк, коммент, колокольчик обязательно. И на этом пока что все. Субтитры сделал DimaTorzok